САРАТОВ Сибирская язва. Новые жертвы в Саратов на обследование отправили около 20 человек. Есть ли опасность дальнейшего заражения? Новые возможности материнского капитала и пенсий. В Саратовской области разъясняют, как правильно пользоваться госуслугами. Плов, борьба, куреш, под открытым небом, прыжки с парашютом. В Саратове многотысячная толпа отметила Сабантуй. Сибирская язва. А трех заболевших. Однако из Балашовского района в Саратов с подозрением на инфекцию госпитализировали еще около 20 человек. По мнению специалистов, они тоже могли контактировать с животным. Мы продолжаем следить за развитием событий. Около 10 машин сгорели сегодня в Саратове. Пожар произошел в покрасочном цехе станции технического обслуживания на пересечении улицы Зарубина и Астраханской. Сообщение о сгорании внутри металлического ангара на пульт 01 поступило в полдень. Уже через 6 минут на место прибыла первая бригада огнеборцев. К этому моменту площадь возгорания составляла 80 квадратных метров. Из здания был эвакуирован персонал станции и два автомобиля, которые еще не успели сильно обгореть. Четыре машины, оставшиеся внутри, теперь не подлежат восстановлению. Также пострадали транспортные средства, припаркованные рядом с автосервисом. На них обрушилась обгоревшая крыша. На месте происшествия работали областная служба спасения и представители Центра медицины катастроф были задействованы 5 единиц пожарной техники. По предварительной версии, причиной ЧП стало нарушение техники пожарной безопасности и неосторожное обращение слабо-красочными материалами. В Сабанту и в Саратове несколько тысяч человек съехались в области на грандиозное народное гуляние. В этом году национальный праздник имел межнациональный масштаб. Гости, причем не в рамках официальных делегаций, приехали из Башкортостана, Катарстана, Узбекистана, специально, чтобы отметить Сабанту именно в Саратове. Чем привлекли народ, выяснила Мария Смирнова. Здесь на Кастере, на Большом Агне, эти температуры готовят, и Большой Казак, килограмм 30-40. На Большом Агне разжигает национальные ароматы. Даврон Назаров переехал в Саратов из Узбекистана своими рецептами воздействовать на вкусовые рецепторы местных жителей. Отличаюсь. А чем вот так вот отличается? Приправа. 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 Да, приправа. Красенька, красенька. Костер, свежий воздух, конечно, самоощущение праздника. И само мясо мягкое. Усть-Курдюм, Саратовский район, стал эпицентром башкира-татарского праздника Сабантуя. По исследованиям, которые провели историки, значит, Сабантуя тысячелетия проводится. В Ашкирии татары этот праздник проводят в связи с скачанием весенних полевых работ. Собираются родственники, друзья, соседи. Показывают самые лучшие номера художественной самодеятельности. Извлекают эти звуки при помощи языка Мегалей Хасанов, артист из Башкортостана. Приезжает на Сабантуя не в первый раз. Приумфально сыграет на национальном башкирском инструменте. Урай. У нас совершенно так вот растет подконусная. Таких вот не в день. Другие вот конусы, а здесь конусы нет. Мы это с регионом делаем, а для прочности каждый день мы играем. Прям рекомендую вам пройти, поснимать лица и глаза людей. Они получают удовольствие. Если мы смогли создать настоящий праздник, не придуманный, а настоящий, здесь же никакой фанеры по сцене. Здесь национальная культура всех народов представлена. А сцене искусств культуры нескольких народов дают губернатор области. А затем удивляют нововведениями этого года. Прыжки с парашютом. Из-за увлекательного зрелища глава региона даже приостанавливает свое выступление. Да уж затем об аграрных достижениях региона. 2 миллиона 600 тысяч гектар наши труженики слежского хозяйства посеяли. Это один из самых больших результатов Российской Федерации. Не только в Привозском округе. Гордая статистика – ответ на аграрный путь праздника. А есть традиционность в играх и конкурсах. Чтобы взобраться под самое небо, участники прибегают к хитростям. Давай, Ломан, собрался. Пошел, Ломан. И тебя, девчонки, смотрят. Ну все, кручу, сладок. Давай, давай, потом все, потом будет. Ликотец на Миромодке. Руки, ноги высыпаются, когда давай между оттуда. И все, блин, тяжелее лезть. Пока одни пытаются победить стол, другие сражаются друг с другом. Борьба на поясах – куреш. С каждым годом Сабанту обретает новые формы. Вот сегодня проходит такой приют в российском уровне в Оренбурге. И все туда едут. Я думаю, что нам пора уже находить сенсативы, приглашать к себе. Потому что, посмотрите, давно не было, чтобы вот так вот приходило людей всех, национальности. Почему мы дружно живем в Саратовской? Потому что мы вот так умеем вместе и работать хорошо, и праздновать. Это когда-то главным было задобрить силы свыше. Так и появился Сабанту и сейчас необходимо объединить народа. А где еще, как не на празднике? Мария Смирнов, Олег Брюхов, Саратов, 24. Рекламу нужно размещать на островах. Таким неожиданным предложением выступил сегодня на заседании Совета Общественной палаты Александр Лондон. Речь идет о социальной рекламе, призывающей не мусорить. Макеты уже разработаны и согласованы с губернатором. Часть баннеров изготовили и даже разместили на остановках общественного транспорта в Саратове. Не оставили без внимания общественники и билборды, посвященные Дню Победы. По их мнению, рекламные плакаты на патриотическую тему необходимо вернуть на фасады зданий. Нам нужно социальные рекламы посмотреть. Социальные рекламы это то, что действительно влияет на сознание людей, на их там быть и так далее, на те положительные моменты. Поэтому нам надо вразить эту социальную рекламу развешивать на территории нашего города, где мы поделим, где мы идем на Саратове и всей нашей Саратовской области. Кроме того, общественники намерены изменить федеральное законодательство, согласно которому 5% рекламных роликов и объявлений в СМИ должна занимать социальная реклама. Эту цифру хотят увеличить в 4 раза. Сегодня по всей России отмечают День социального работника. В Саратовской области в этой сфере трудится более 15 тысяч человек. За последние 3 года заработная плата соцработников выросла в 2 раза. Однако, судя по специфике деятельности Саратовского дома престарелых, в эту сферу идут не из-за денег. Санкт-Петербург, как у вас дела? Как ночью вас прошла? Отлично? Отлично? С таких вопросов начинается рабочий день. Майя Велимелина трудится в Саратовском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Заведует геронтологическим отделением. И ее прямая обязанность создавать благоприятные условия для проживания пенсионера. Если вдруг у человека плохое настроение, здесь нужно уже подумать, как его настроить на позитивный лаг, чтобы он не испытывал никаких проблем в дальнейшем. Люди обращаются за помощью к социальным работникам, которые обеспечивают им все. Он заменяет им сестру, мать, может быть, друга. Подружески обсуждают новости, книги и дальше фотографии. Уместо активистки Светланы Аваковой уже не в прикольбому в доме-интернате живет 10 лет. Рассказывает, все это время находится под заботливым просмотром персонала, который давно стал для нее семьей. Что бы ни случилось, среди ночи или когда всегда медсестра дежурная придет на помощь. Всегда, безотказно. Или измерить давление, или там температуру. Или дать таблетку, вызвать скорую помощь. Они всегда, несмотря на то, что очень молодые. Есть молодые, ленивые, а у нас сотрудники просто, знаете, как подобранные. С доброй душой. По таким критериям он подбирает кадры, чтобы к работе относились не механически, а с душой. И каких ответственных и заботливых в этих стенах более сотни сотрудников. Ежечасно наблюдают за проживающими, создают по-настоящему домашнюю атмосферу. В ответ получают такое же теплое отношение. Мы здесь уже идем на выводы как родные. Они знают все про мою семью. Я знаю про их семью. Очень приятно, когда они спрашивают, как у меня дела, как у меня здоровье. То же самое, мне все интересно то, что касается их. Поэтому здесь получаешь моральное удовлетворение от работы с ними. Ольга Седова одна из первых, кто знакомится с прибывшими. Уверена о том, как встретишь, такое впечатление о доме-интернате и сложится. Поэтому свою работу уже 13 лет выполняет с чувством повышенной ответственности. Но сегодня откладывает документы. Быть в честь профессионального праздника. Для работников готовят выступления и поздравления. От нашей ответственности находятся 250 пожилых людей и инвалидов, в которых у вас уточняется помощь, забота, внимание. И сегодня, в День социального работника, я хочу поздравить всех коллег с профессиональным праздником. Пожелать счастья, здоровья, успехов и удачи. Ваша работа нужна всем людям, которые нуждаются в социальной поддержке. Для того, чтобы выступление получилось ярким, приглашают профессиональных артистов и певцов. А лучших из лучших поздравляет директор, награждая почетными грамотами. Их в этом году удостоились более 30 человек. Молодежь в Саратовской области готовит к полноценной пенсии. В марсе в рамках профессионального праздника Пенсионного фонда прошли познавательные встречи с местными жителями. Им рассказали об изменениях в программе материнского капитала и пояснили, как правильно формировать будущие государственные выплаты. Репортаж Романа Сприкалова. Даже свой профессиональный праздник находятся на работе. Причем трудятся в усиленном режиме. Встреча с трудовыми коллективами, пенсионерами и молодым поколением. Сегодня у сотрудников Пенсионного фонда России по Марксовскому району график не по праздничному напряженный. Вести разъяснительную беседу помогают управляющий региональным отделением Александр Романов и депутат областной думы Александр Гайдук. Объясняют присутствующим, что назначение фонда не только выплата пенсий. В системе зарегистрированы все жители области. Даже те, кто сменил прописку и переехал в другой регион. Система пенсионного фонда позволяет, она называется система персучета, персонифицирует учет, найти каждого гражданина и посмотреть, в какое время его жизни, чем он занимался, где он работал, платили за него руководители страховые взносы или не платили, какие у него есть пенсионные права или их совсем нет. Помимо работы с пенсионными накоплениями, в фонде особое внимание уделяют и многодетным семьям. В частности, выдачи сертификатов на получение материнского капитала. Как и раньше, деньги можно потратить в трех направлениях. Обучение ребенка, накопительная часть пенсии мам и самое распространенное на сегодняшний день улучшение жилищных условий. Под последним пунктом подразумевается не только ремонт в доме, но и выплата взносов по ипотеке. Как раз в этом направлении недавно произошли изменения. Чтобы получить жилье и ипотеку, нужно сделать первоначальный износ. Зачастую средние цифры по Российской Федерации говорят о том, что размер этого первоначального износа составляет 20% в среднем в России от стоимости жилого помещения. И эта сумма всегда бывает зачастую очень приличной, которая возможна неподъемно молодой семье. Еще одно изменение, которое коснулось программы помощи многодетным семьям, затрагивает выплаты единовременных пособий. Подобная практика применялась и раньше. На первоочередные нужды при рождении ребенка родителям выплачивали по 12 тысяч рублей. В апреле эта сумма выросла до 20 тысяч. Для того, чтобы получить эту выплату, необходимо обратиться также в управление пенсионного фонда с соответствующим заявлением. То есть я подчеркиваю, что это носит заявительный характер. А те документы, которые нужно иметь при себе, их перечень минимален. Это, конечно, документы, удостоверяющие личность владельца сертификата и реквизиты того счета в кредитной организации, куда в последующем будут перечислены денежные средства. Уже через несколько часов прямо на концерте, посвященном празднованию Дня пенсионного фонда, Александр Романов лично вручает сертификаты на получение материнского капитала. На сцену выходят целыми семьями. Отдельные слова благодарности и от областных парламентариев. Я хотел бы поздравить с юбилейным годом всех сотрудников пенсионного фонда Саратовской области, которые приехали сегодня к нам в Маркс, всех сотрудников отделения пенсионного фонда Марксовского района. Я хочу вам от всех жителей Маркса, от всего старшего поколения, которое чаще соприкасается с вашей организацией, сказать искренне слава и благодарности. То, что вы сделали для нас очень важно, для нашего района. Спасибо, что вы создали такие условия. И еще раз всех с праздником, всем доброго здоровья, всего доброго. Не просто хорошо работают, находят время и для творчества. Показать свои таланты приехали коллективы отделений пенсионного фонда из разных районов губернии. Со сцены дарят коллегам и жителям района вокально-музыкальные подарки, современные хиты и песни военных лет. Роман Стрекалов, Александр Бачков, Саратов, 24. Дадут фору молодым пожилые люди из 58 регионов России, а также из пяти зарубежных стран приедут в Саратов, чтобы принять участие во всероссийской спартакиаде пенсионеров, которая проводится в нашем городе уже второй год подряд. Всего ожидается более 650 участников. В Саратовской области на состязаниях представит 8 пенсионеров. Представители региональной команды, а также профильные власти сегодня на пресс-конференции рассказали журналистам, что в программу чемпионата включили 10 видов спорта. Кроме того, во внезачетных состязаниях пенсионеры будут соревноваться в волейболе, домино, гимнастике и многоборье ВТО. Последнему направлению уделят особое внимание. Мы по жизни, как оказалось, что почти половина команды, которая выступала на областные соревнования, раньше занимались в многоборье ВТО. Но сейчас она опять поднимается, и это очень радует, что нас все раньше занимались. А мы никогда не бросали этот спорт в обществе. Я сама плаваю, участвую в легкой атлетике и буду бежать из пакетов. Вот там все бегут. Вот у меня внучка в семье занималась сахоноплавами, сейчас пришла на чистой плавание. Так сказать, в спорт, в семью. Соревнования 2-й спортопиады пенсионеров России пройдут под эгидой празднования 70-летия победы в Великой Отечественной войне. Церемония торжественного открытия мероприятия состоится 10 июня на стадионе «Локомотив». Это были все новости к этому часу. До встречи. Генеральный с чем-то заветующим гостей «Энт Энт Би». Все. Показали, когда я не знаю, где я не знаю, где я не знаю. Но это не было вкус успеха. Но я не знаю, как я слышал, что я не знаю. Метис и его вкус. Постарел. Крут поствую. Субтитры сделал DimaTorzok